На одном из самых оживленных участков Самаркандской области, перекрестке улиц Рудаки и Бостон-Сарой, больше года идет строительство автомобильного тоннеля. Общая протяженность подземной магистрали 635 метра, а длина самого тоннеля 120. Строительство инженерного сооружения было начато еще в сентябре прошлого года. Весной работу по созданию подземной развязки из-за пандемии пришлось приостановить. В целях улучшения движения автомобильного транспорта, а также улучшения инфраструктуры города, постановлением президента, а также кабинета министров, было принято решение строительства нового путепровода тоннельного типа. Данный путепровод был проектирован унитарным предприятием Купы-Кулыш-Лоиха, а также институтом Гипростроймоз. Согласно проекту, стоимость которого превышает 67 миллиардов сумм, перекресток над тоннелем будет иметь круговое движение. Подземный путепровод растянется по улице Рудаки. Направления движения будут пятиполосными по обе стороны, из которых по три полосы будут уходить в тоннель, включая по одной полосе, совмещенной с трамвайными путями. Для пешеходов по улице Бустон-Сарой построят подземные переходы длиной 40, глубиной 3 и шириной 6 метров. Строительные работы ведутся трестом Купы-Кулыш-Компании Узбекистон-Темирюль-Лорен. Для строительства данного путепровода предусмотрена забивка 3274 штук призматических железобетонных свай, укладка 10 тысяч метров куб бетона, а также монтаж железобетонных изделий в объеме 6,5 тысяч метров куб. Кроме этого, предусмотрен монтаж железобетонных балок длиной 28 метров в количестве 62 штук. На сегодняшний день идет строительство первого этапа сооружения. Установлено 1050 железобетонных свай, уложено 2800 кубометров бетона. Кроме того, завершено строительство двухсторонних подборных стен, каждой длиной 250 метров. На подходе процесс строительства тоннельного участка. Для этого на пересечении улиц Рудаки, Бустон-Сарой и Ибн-Сина для водителей авто проложена временная объездная дорога. Сдача в эксплуатацию нового тоннеля запланирована к концу 2021 года. Объект возводится в рамках подготовки к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества, запланированного на 2022 год.